Дорога Челябинска Дорога Челябинска Дорога Челябинска Дорога Челябинска Дорога Челябинска а регистрационные номера, вы как автоюрист наверняка очень тщательно уже разобрались в этом вопросе. Помогите теперь нам с этим. Как они изменятся, я имею в виду для большинства автолюбителей? Ну, следует успокоить большинство автолюбителей, для них ничего у вас не изменится. Те номера, которые ранее выдавались, порядок их выдачи, он сохраняется. Данный ГОСТ в большей степени все-таки направлен на упрощение жизни людей, которые управляют иностранными автомобилями, ну, обычно праворукие японцы и американцы, которые завезены неофициальными дилерами. То есть для них предусмотрено либо уменьшение формы государственного регистрационного знака, либо его там написание в две строчки. Также это коснется и мотоциклистов, которые в большинстве своем ездят на иностранных мотоциклах, и для них это, соответственно, будет тоже уменьшенный номер. Не придется сгибать и так далее. Вот, как раз про не придется сгибать, это будут квадратные, я правильно понимаю, да, номера, и там изменится порядок букв и цифр, или он также останется, как и прежде? Все вот именно для автомобилей и для мотоциклов практически остается по-прежнему, да, только написание, возможно, в две строчки, изменение символа флага там и так далее, то есть незначительные изменения. Порядок написания сначала буквы, потом цифры, это ввели новый государственный регистрационный знак для мопедов и для, скорее всего, четырехколесных наших вездеходов. Квадратциклов. Да, квадратциклы, да. То есть для них изменится написание номеров. То есть сначала пойдут буквы, потом цифры, потом снова буквы, потом уже код регион. А почему такой порядок, вот, почему такое разделение получается? Ну, категории транспортных средств просто делят этими регистрационными знаками, чтобы было проще у ГИБДД. Но, повторюсь, скорее всего, с 1 января ничего не изменится даже и для этих автолюбителей, потому что у ГИБДД есть старые знаки, которых хватит еще на несколько месяцев вперед, в том числе и после 1 января, поэтому новые они, скорее всего, закупать еще не будут. Ну, вот еще одно нововведение, которое я знаю, что будет появляться, только тоже вопрос, когда появятся номера для ретро-автомобилей и спортивных. То есть первой буквой будет К и С. Это правда ли? Все верно, да. В ГОСТе есть такие указания, но, к сожалению, у нас действующее законодательство и правила не предусматривают возможности регистрировать, допустим, какие-то классические ретро-автомобили каким-то особым образом. То есть сначала надо изменить эти правила, а потом будет необходимо выдавать такие номера. Пока такого порядка нет. Если бы порядок был, вот давайте представим, что получается, то есть что изменится для этих автомобилей? Ну, им, соответственно, выдадут практически такой же номер, как и раньше им выдавался, но будет сначала для ретро-автомобилей стоять буква К, для спортивных, ну, то есть я предполагаю, да, то есть автомобиль, который ездит по трекам, да, спортивным, для них С будет выдаваться, когда они будут двигаться по дорогам общего пользы. Вот и все. Какие-то запреты у них, я так понимаю, тоже будут, да? Для них, вот с точки зрения ГОСТа, по которому выдаются эти номера, никаких запретов нет. ГОСТ не направлен на то, чтобы запрещать что-либо водителям. Он только определяет определенную форму номера. Запрет устанавливает правила, да, или правила дорожного движения, или правила движения по дорогам общего пользования для этих автомобилей. Для ретро-автомобилей никаких ограничений нет, если они соответствуют общим правилам, да, техническим параметрам, которые восстановлены на автомобиле. То же самое для спортивных автомобилей. Зачем? Зачем вот это вот вообще надо? Зачем придумано вот именно вот так классические спортивные автомобили выделять? И вообще, в принципе, вот эта вся система, которая начнет работать с января 2019 года? Я так думаю, это для упрощения учета. То есть, опять же, ГИБДД, чтобы им было проще учитывать эти транспортные средства и разбираться, когда они по дорогам общего пользования двигаются, тоже их проще было как-то отслеживать. Все остальное, я думаю, я говорю, технически, скорее всего, момент, никакой там особой для водителей обычных транспортных средств, и этих тоже транспортных средств, изменений не будет. Спасибо большое, что пришли к нам в студию и помогли разобраться, потому что информации много, она несколько разнилась. Спасибо большое. Спасибо. А я напоминаю, что в гостях у нас был автоюрист Лев Воропаев. Продолжение следует... Продолжение следует...